Всем привет! Сегодня мы опять идем в квартиру. Сейчас буду вам показывать ремонт, так что у нас сегодня очередной ремонтный блог. Сейчас вот покажу вам немножко, что мы купили в видео. Да, и не видно. Вот. Мы купили здесь полиэтиленовую пленку, чтобы закрывать комнаты, которые будут уже готовы, шкурку для того, чтобы зашкурить стены, краску и гидроизоляцию. Муж купил. Сейчас у нас идет работа, я так понимаю, в ванной, в санузлах, разводка воды. Вот сейчас мы посмотрим как раз, что они сделали. Я вчера заходила в квартиру, у нас все стены уже абсолютно белые. Раньше была не доделана кухня и коридор, сейчас уже все у нас доделано. Так что сейчас посмотрим, что у нас получается. Вообще, когда все уже беленькое, все очень красиво смотрится и очень здорово, очень светло. Квартира, кстати, говорят, что мне нравится в нашем 17-ом этаже, что квартира очень светлая. Очень светлая у нас получилась, потому что сейчас стены чисто белые и светлый пол. Но когда будет сделана цветовая оттенка, будет не менее светло, потому что у нас очень светлый ламинат. У нас очень светлые обои, они буквально с небольшим-небольшим только оттенком То есть в основном они, ну то есть чуть-чуть легкий оттенок бежевого То есть в основном это тоже светлый-светлый обои, светлый ламинат, белые двери И у нас абсолютно белая мебель вся в квартире будет Поэтому квартира должна получиться достаточно светлой Поэтому я надеюсь, что все будет по плану, как мы хотели Сейчас вот мы пришли, сейчас вам буду показывать, что у нас получилось С этим ремонтом, так что не переключайтесь Итак, показывают входные двери, у нас все белое, белый коридор уже Здорово смотрится, конечно Вот видите, сейчас пол светлый, ну это бетон, светло-серый бетон И получается квартира кажется очень светлый И ламинат у нас будет светло-светло-бежевый То есть буквально тоже легкий оттенок бежевого, то есть светлый тоже Здесь тоже все стены уже у нас поштукатурены Вот, и здесь будет переделан щиток Видите, уже место под щиток готово Но здесь еще не собран сам щиток, не собраны автоматы Вот здесь будет новый щиток мы переделывали щиток вот у нас все 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 беленькая на несколько слоев уже по шпаклеван идем дальше здесь у нас лежит плиточка так что у нас дальше к нам приехала ой провода спотыкаюсь наша ванная большая у нас ванна акриловая угловая 170 на 110 на 300 литров ванна очень большая у нас это ванная была такая же старой квартире абсолютно такая же и сейчас мы взяли именно ту же модель кому интересно это ванная сантек модель эдера 170 на 110 большая хорошая мы брали получается я ее заказывал на тех порте сама ванна была стоила 12000 до 12000 и плюс к ней в комплект еще вот экран шел и соответственно то на что она ставится ножки но вот этого топора и получилось за все про за все вместе мы отдали 19000 у нас вышла получается ванна с экраном и с ногами там со сливом с переливом со всем вместе вот это вот у нас я зашла в комнату сына тоже все же беленько все белые коридорчики у нас видите у нас уже белый пошпаклеванные откосы мы сегодня привезли уже краску рабочие будут красить откосы будут красить на стейки потому что видите стейки такие ну грязного цвета да они должны соответственно быть чистенькие и все беленькие так что все это будет краситься потом конечно будем вызывать клининговую компанию после завершения ремонта который будет все это отмывать то что сейчас конечно все просто все грязнющее посмотрите подоконники все серые окна батареи вообще конечно в этом плане конечно грязище грязище все это надо будет мыть отмывать чтобы стеклышки были прозрачные покажу вам сейчас наш вид из окна сейчас половина 11 утра вот и здесь вот можно любоваться вот таким вот шикарным видом много неба чего я хотела то есть вот для меня очень важно было что высокий этаж это небо это простор что-то утром просыпаешься и ты видишь небо ты видишь деревья вот что такое потому что у нас по втором этаже небо не видно было вообще в прошлый квартир�도 второй этаж и получалось что у нас как район достаточно густо застроенной и получается много дома дерево с боков везде когда второй этаж во первых солнце не попадал в квартиру абсолютно вообще не падала в принципе вот его вторых конечно получается что ты выходишь и не видишь небо-то с высокими нами которые 25 этажей перед тобой неба тебя по сути ты не видно ты видишь только дома напротив, и все. А здесь у нас видно небо, поэтому мне это, конечно, вид очень нравится. Вот такая у нас красота получается. Давайте пойдем пройдемся по квартире. Муж там беседует с нашим прорабом, или как он там называется. Это не знаю, что такое стоит. Посмотрим сейчас. Так. Видите наши белые коридоры? А здесь, видимо, стена еще серая, потому что, видимо, на 11 лет. Слой такая же пошпаклевана. Не на два еще. А здесь стеночки уже, конечно, красивые, беленькие, беленькие. Здесь они под обои. Готовы у нас, это наша спальня. Ой, я уже жду, не дождусь, чтобы в нашей спальне уже переехать, уже все было красиво. Надеюсь, что после покраски, видите, батареи какие некрасивые. У нас с вами стейки, надеюсь, что после покраски они будут нормального белого цвета. Кстати говоря, к нам приехало окошко. Мы взяли, у нас получается, мы присоединили кухонный блок, поэтому к нам приехали окна. Мы сменили. У нас на кухне, получается, окно было не такое пластика, как везде в квартире, а такое алюминиевое, наверное, получалось. И поэтому мы его, естественно, меняли на хороший стеклопакет. Вот приехали наши стеклопакеты. Вот у нас там получилось 4 створочки будет на кухонном окне. Вот у нас какие-то сеточки. Все прикольно, все хорошо. Это окна фирмы Рихао. Мы взяли профиль. Я не помню, как этот профиль называется. Вышло все окно у нас 38 тысяч. Вот этого 4 створочки, она лучше будут менять на выходные. По-моему, у нас должна быть установка окна. Я не помню уже, если честно. Да, вот такое. Брали, кстати говоря, окна, кому интересно. Это фирма Хоббит. Вот мы и в прошлой квартире тоже брали окна Хоббит. Вот они работают с профилем Рихао. Как бы нам это было важно. Поэтому мы взяли именно эти окна. Смотрите, как у нас получился здорово короб. Это детская для девочек. Здесь у нас, получается, была батарея. Вон она видна. Естественно, это некрасиво было и нужно было как-то это декорировать. Мы сделали вот таким коробом. Он специально сделали вот как полочкой, чтобы туда можно было, например, не знаю, начинячок им поставить, например, или еще что-то. Поэтому, да, у нас вот такой короб. Так это выглядит намного красивее, чем просто торчащие стояк и торчащие батареи. Вот. И у нас, соответственно, тогда красивые декоративные решеточки купили. Я планирую мебель расставить, что у нас, смотрите, одна кровать. Вот у нас вход в комнату спальню детскую. Здесь будет одна кровать. У нас большие двухметровые кровати по длине. Здесь будет одна кровать. И вот здесь будет вот вторая кровать. Здесь настанет три кровати. И здесь вот эта часть, получается, вот эта зона у нас здесь. Это будет игровая зона. Здесь будет детская кухня, там, иква, возможно. Ну, в общем, что они захотят. То есть все вот эти представшиеся пространства, это будет просто свободная игровая зона для игр. И вот по этой стороне у нас здесь будет стоять аж, ну, как, получается, у нас и киевская мебель детская. Здесь будут стоять по бокам два шкафа с одного края, два шкафа с другого края. И внизу несколько тумбочек с ящиками. Тоже из той же серии для хранения игрушек, канцелярии и так далее. Вот. И там можно будет повесить, например, телевизор. И вверху тоже будут шкафчики тоже тут хранить. Вот таким образом планирую расстановку мебели в детской комнате. Но это пока, пока это вот планирую так. Как это будет по факту уже, когда мы переедем, не знаю. Будем, соберем когда кровати, соберем шкафы, то будем уже смотреть, просто расставлять и смотреть, как удобно получается, неудобно. Может быть, наоборот. Сделаем по-другому. Тоже вдруг была такая идея, что сделать кровати от окна, вот одну кровать так, и вторую кровать вот так. Вот по вот этой стене сделать шкафы. Потому что, видите, здесь как бы ниша. 60 сантиметров или даже 70. Ниша, то есть, возможно, в нише мы так поставим полностью шкафы, здесь кровати. И тогда вот это все пространство получится у нас останется свободным для игр детям. Поэтому будем смотреть. Самое главное, чтобы в комнате было достаточно простора для игр детям. Поэтому будем смотреть, как ему, как будет просторнее разместить мебель. И таким образом будем размещать. То есть, пока я прикидывала на бумаге только, да, как я себе это вижу, но вот как по факту уже будем, естественно, двигать, смотреть уже по мебели. Вот, кстати говоря, вот такие мы декоративные экраны купили. Покупали в Леруа Мерлен. Он беленький экранчик. И сверху решеточка тоже такая же беленькая. В принципе, здесь вот лежат всякие направляющие, гипсокартон, плиточный клей уже куплен. Уже в основном все куплено. Квартира, конечно, мне нравится, то, что очень светлая. В любое время суток, когда бы не пришел, утром, днем, в 5 часов вечера всегда светло, всегда просторно. Пойдемте посмотрим на кухню. Кухня у нас самая теневая комната. И вот она, я очень переживала, что будет очень темной. Но, слава богу, нет. Оказалось, что все хорошо. Комната, видите, достаточно даже при том, что это самая теневая комната, она оказалась достаточно светлой и красивой. Я сейчас поснимаю в самой комнате. И вот такая вот у нас кухня. Здесь у нас поменяли уже радиатор. Вот здесь, видите, переварили. Вот стоит сам радиатор. Вот она присоединена. У нас лучше присоединена. Вот таким образом мы не стали убирать вот эту нижнюю часть. Я ее заставила специально, потому что здесь у меня будет стоять как минимум хлебопечка. А, в принципе, я планирую поставить даже хлебопечку, возможно, либо на полочку сверху нее, йогуртницу, либо рядом. То есть это будет у меня такой паркинг техники, которая не должна стоять на рабочей поверхности, чтобы она мне не мешала. Но при этом хлебопечка, йогуртница я пользуюсь. Поэтому они у меня должны будут где-то здесь вот расположиться. Поэтому здесь у нас сделаны две розетки для того, чтобы это могло расположиться. И вот здесь у меня еще есть небольшая ниша. Посмотрим, естественно, не сразу, потому что ремонт у нас так с ограниченным бюджетом. Но, возможно, со временем я сюда хочу, типа, небольшой шкафчик тоже для хранения, возможно, там круп, банок каких-то или еще что-то. В общем, посмотрим. Потому что вот жизнь себя будет утепляться. Вот стена будет немножечко выровнена. И я надеюсь, что что-то туда, может, поставим. Возможно, невысокий, именно невысокий шкафчик нет. А вот я, как видела у подруги, именно низенький шкафчик вот такой, как бы получается, до уровня, то есть чтобы он не выглядывал сюда, то есть вот до уровня столешницы. Но при этом там можно будет что-то хранить. В общем, посмотрим, как мы это построим. Сейчас еще будем обыгрывать. Это будет уже чуть-чуть попозже. Здесь у нас сделаны выводы для телевизора. Он будет висеть здесь над столом. Ну и вот здесь у нас рабочая зона. Включается все поштукатурено, кроме рабочей зоны, где фартук у нас будет. Она не штукатуренная. Вот так. Хотя фартук вообще-то будет до конца, но вот они поштукатурили как-то вот таким образом получилось у нас. Вот. Смотрите, вот вид из кухни. И там видна вот эта вот ниша. Она будет закрыта дверками. Она метр двадцать, метр тридцать почти шириной. Там уже сделаны выводы. Это будет стоять стиральная машина, сушильная машина. Не будет висеть вот и нагреватель. И над стиральной машиной будут булочки для хранения бытовой химии. Это будет такая вот у нас постирочная зона, то есть которая подлегает к ванной комнате, но у нас будет закрытая. В общем-то, в принципе, я сегодня вам все показала, что у нас нового появилось в квартире. Так что смотрите мои влоги ремонтные. Представляйтесь моему каналу, подписывайтесь. Всем до новых встреч. Пока-пока.